Здравствуйте дорогие мои, очень рада видеть вас на своем канале, то есть видите то, что вы смотрите мое видео, лайкайте, пишите комментарии, это для меня безумно важно. Так, сейчас я вам покажу свои лаки, которые я использую для покрытия ногтей. Делаю я это видео для Аленочки, по ее запросу можно так сказать. Если вам интересно видео такого рода, обязательно оставайтесь со мной и смотрите видео до конца. Я конечно же вам покажу свои лаки, но хочу вам показать сначала фотки ногтей, которые у меня были, это нарощенные ногти. Они у меня были во время беременности и после свадьбы. Вот в принципе мне очень нравилось, потому что в принципе отличный эффект, отличная внешность самого ногтя. В наращивании ногтей есть много-много разных плюсов. Во-первых, это отличный внешний вид на длительный срок, ты не боишься, что можешь испортить свой дизайн, испортить внешний вид ногтя. Не боишься никаких препятствий посуду помыть или что-то убрать. Как это бывает с лаком. И каждый раз, когда ты идешь к мастеру, ты выбираешь отличный новый дизайн, который бы ты хотел. Камни, роспись, что угодно. То есть отличные разные цвета, блески, что тебе только нравится. Можно изменить форму, можно сделать все по твоему желанию. То есть в принципе много-много разных плюсов. Кстати, я вам оставлю под видео ссылку на отличного мастера в городе Винница, это Украина. И кому интересно, девочки, обязательно посмотрите. Это, наверное, лучший мастер, которого я встречала. Настоящий профессионал своего дела. Но сейчас после родов я не делаю наращивание, потому что, во-первых, это, наверное, мне было бы неудобно. Во-вторых, чтобы не задевать ребенка, возможно, немножечко позже, когда моей ляле будет минимум год, может, потом я опять делаю наращивание. Но сейчас по просьбе, как я уже сказала вам, Алена, я вам покажу свои лаки. Итак, начнем. Хранятся лаки для ногтей. Пока что у меня в такой вот коробочке. Здесь пока что они отлично помещаются, но думаю, что вскоре, когда придет мой следующий заказ, им здесь будет тесновато и нужно будет придумывать им другое какое-то место. Вот, что у меня лежит здесь сверху, это жидкость для снятия лака. Кстати, этой жидкостью я больше всех довольна, больше всех предыдущих. Фирма Фито, Фито Косметикс, производитель Москва, импортер Украина. Он не слишком едкий, хорошо снимает. Девчоночки, если кто интересуется или в поиске отличного средства для себя, думаю, я могу вам смело советовать именно это. Дальше у меня лежат вот такие вот штуковинки. Первая штучка это палетка для французского маникюра. Хотя, признаюсь вам честно, французский маникюр я не очень часто делаю. Мне сейчас больше всего нравится просто однотонный лак. Также у меня есть отличные камешки. Первый у меня достаточно такой универсальный, прозрачный, с блесточками. Этим лаком больше всего я любила пользоваться, когда была беременна. Сейчас как-то уже не пользуюсь так часто. И, можно так сказать, уже, в принципе, наверное, выброшу, потому что он достаточно густой стал. Следующий такой вот мюдовый цвет. Эта фирма меня не очень порадовала. Нужно очень долго ждать, когда высохнет. Следующие несколько лаков вот такие вот. Фирма Ноготок. В принципе, больше эту фирму покупать не буду. Не знаю, как вам, но мне не нравится. Что касается фаворита, у меня есть один лак, самый-самый лучший. Я вам покажу в конце на десерт. Следующий это вот такой вот лак. Красный, но он матовый, с блеском. И когда накрасить ногти, выглядит практически как вишневый цвет. Следующие лаки я вам покажу тоже вместе, потому что покупала их для того, чтобы комбинировать их. И красить ими поочередно, то есть, желтый и голубой. Желтый и голубой. Как я уже вам рассказала, это желтый и голубой. Вот такие вот два отличных цвета. Это очень патриотично, красить ногти в такой цвет, но не всегда кстати. Поэтому пользуюсь я именно этими лаками очень редко. Ну и такую ферму тоже я покупать не буду, тоже сохнет очень-очень долго. Покажу вам вот такой вот маленький лак. Ферму вы можете видеть. Этот лак я купила в Крыму. Хороший, в принципе, такой цвет, нежный. Если накрасить несколько слоев, будет насыщенный. Если одним, то более прозрачный. Хорошо сохнет. Следующий лак выглядит вот так. Это зеленый, вот такой цвет, номер 63. Ферму вы можете видеть сейчас вот так. Его я тоже красила в комбинации красный-зеленый, красный-зеленый. Еще один из красных, это вот такой вот фирмы Кэти. Тоже практически закончился. Но еще один классный из любимчиков, но тоже очень долго сохнет. Это вот такой вот лак бирюзовый, нежно-бирюзовый цвет. И следующий лак, это тот, который пришелся мне по вкусу и очень мне понравился. Хотя, когда я делаю покупки, я отчетливо понимаю, для чего это мне, с чем я буду это носить, чем буду комбинировать. Но когда я увидела этот цвет, я сначала взяла, потом поставила, думаю, потом опять поставила, опять взяла. Думаю, ну зачем он мне? Ну нравится, значит нужно брать. Это вот такой вот цвет. Этот лак недорогой, но зато здесь очень классный эффект. Сохнет он просто очень быстро. Наверное, самое быстрое от всех лаков, которые у меня были. Здесь написано Lasting Finish 7 Days. То есть, когда красишь, держится 7 дней и сохнет очень быстро. Я его прозрачным лаком сверху не покрывала. И цвет этот очень мне понравился. И теперь я даже знаю, с чем я буду его сочетать. И теперь некоторые вещи я точно куплю для того, чтобы сочетать именно с этим лаком. Хотя наоборот, сначала нужно покупать основной гардероб или какие-то вещи большие, а тогда уже лаки и украшения. Но у меня получилось наоборот. Вот, и настроение было такое нежное. И несмотря на зиму, мне этот цвет очень-очень нравится и очень пришелся по душе. И напоследок я вам покажу, что у меня же стоит все-таки на дне шкатулки. У меня стоят вот такие вот щипчики. Я не знаю, как они профессионально называются. Я ими ни разу не пользовалась. Они совершенно новые. Я ими, этими щипчиками не пользовалась. Поэтому, девочки, кто желает, кто с Украины, пишите. Я их вам подарю. Я их вам отправлю. Потому что мне, в принципе, не нужно. В моей маме есть. Поэтому, кто бы хотел и знает, для чего, или занимается ногтями, пишите. Я вам подарю эту штуковину. На этом все, дорогие мои. Спасибо, что смотрели мое видео. Надеюсь, оно вам было интересно. Раньше у меня были нарощенные ногти. Это очень круто. Это намного экономит время, обеспечивает отличный внешний вид, отличный эффект на несколько недель. И каждый раз ты, когда идешь к мастеру, выбираешь новый крутой дизайн. И ходишь потом в восторге еще несколько недель. И не паришься, что можешь испортить свой маникюр, несмотря на какие-то мелочи. На этом все. До новых встреч.